всем привет сегодня хочу рассказать профилактику борьбы и борьбы с вредителями такими как тля белокрылка паутинный клещ значит я использую и сейчас пойду вот для реанимации использовать следующее средство 0,4 миллилитра на 1 литр воды клещ и гона на 1 литр воды 3 миллилитра силипланта и или миллилитра 3-4 ну тут много не бывает можно я нас на глаз при наливая зеленое мыло это для того чтобы вместо прилипать или значит этим коктейлям можно и травить тлю на розах и белокрылку у меня например я покупала с теплицем много пиларгонии и потом туда-сюда они у меня постояли и полетела эта красавица белокрылка тоже с первого раза 80 процентов полегло как говорится со второго больше я их уже не видела значит вот этот матрин био он мне не понравился на тле он себя очень плохо показал половина вся сидела и рукой мне махала октара биатлин тоже средства для борьбы с вредителями но я и не буду пользоваться если что мне где-то что-то не хватит фитоверм буду использовать когда будут они у меня малыши в помещении вместо клещ и гона буду добавлять по инструкции на 1 литр воды фитоверм все эти средства можно приобрести на валбересе силиплант у меня литровая бутылка так выгоднее покупать и она за лето я еще вот так где-то использовала силиплант вообще средства обалденная она идет и как профилактика борьбы грибковых заболеваний и очень содержит много микроэлементов и улучшает структуру почвы и жесткость листа и побеги становятся более крепкими поэтому я свои гортензии осенью уже ну практически ничего даже не снимаю даже малый который молоденький росток он уже крепенький и невозможно ничего снять на коре на укоренение поэтому не забываем пополнять свои аптечки средствами для борьбы с редителями